Здравствуйте! Меня зовут Борис, я из Одессы. Мне очень приятно снова посетить ваш славный город. Это здорово, быть частью этого комьюнити сегодня. Я бы хотел сегодня рассказать вам довольно интересную тему, как поженить Спарк с Энтерпрайзом, в частности со Спрингом. И что из этого выйдет? Последние 4 года я работаю с Бигдатой, я вообще-то Бигдата инженер уже, так получилось. До этого был Энтерпрайз, как-то теперь все поменялось. И признаюсь, меня иногда посещают такие, знаете, воспоминания, как было классно со Спрингом, как мы учились с Кибернейтом. И хочется иногда как-то вот посмотреть, а можно ли какой-то опыт из Бигдата применить к миру Энтерпрайза? Можно ли в принципе, условно говоря, поженить Спарк и Энтерпрайз? И не будет ли это вот так вот? Или все-таки Бигдата не имеет смысла там Спарк, Хадуп использовать или вызывать из Спринга, или что-то с ним делать? Это вообще нормально или нет? Ну вот я задался целью, и давайте посмотрим, что из этого выйдет. Мне нравится аллегория, сейчас, так, наверное, лучше, да. Мне нравится, лично для меня нравится аллегория, связанная вот с физикой. Все знают теорию относительности Эйнштейна, все знают квантовую механику, да, и все физики всего мира стараются построить унифицированную теорию всего, в которой эти две разные теории будут объединены, да, общие законы. И долго время считалось, что это просто, ну, в общем-то, такая затея особо ненужная, потому что в реальной жизни эти теории работают на разных масштабах. Там много массы, тут мало массы, тут маленький микромир, маленькие расстояния, то есть их нет смысла, большому счету, объединять. Но потом появились черные дыры, появилась там эта теория большого взрыва, и оказалось, что, ну, бывают ситуации, когда бывают объекты, которым применимы правила и макромира, и микромира. То есть оказалось все-таки, что эти теории надо объединять, и это очень нужно, да. Ну, есть попытки, ну, у нас сегодня рассказ не о физике, но суть в том, что это очень похоже, на мой взгляд. И я считаю, что Spark может дружить с Энтерпрайзом, точнее, Spark можно подчинить нуждам Энтерпрайза. Давайте посмотрим, как это можно будет сделать. Все знают классический стек-приложение, да, ну, какой-то у нас веб-сервис. У него есть юзер-интерфейс, есть сервис-флэйр, есть какой-то сторидж. И многие из вас наверняка используют там domain-driven design или еще что-то, какие-то способы, как вот сделать декомпозицию, там, bounding context и как-то еще разбивают домены на саб-домены. И получается, что у нас бывают случаи, когда вот есть какие-то DTO-шки и домены, которые используются и для чтения, и для записи. То есть мы их возвращаем наверх, да, и мы же их принимаем на вход, когда, например, мы там создаем пользователя какого-то. И у нас бывают случаи, когда, например, часть полей нужно скрывать, часть полей нужно, наоборот, добавлять. А если у нас несколько разных моделей, приходится делать какие-то optional, свечи в этих модельках. Плюс бизнес-логика. Бизнес-логика часто вот в самом низу, она, откровенно говоря, должна служить двум целям. Она работает и на рит, и на райт-модели. И это, строго говоря, отражается на всем стеке, который у нас есть. Начиная с presentation layer, окончая dull. Кто сталкивался вот с таким вот смелом, когда нужно женить рит, райт-модели, когда нужно DTO-шки использовать в обоих режимах, и там появляются какие-то поля, которые там надо выключать, включать. Никто не? О, есть, есть. О, здорово, спасибо, что поддержали. Ну, есть такая проблема, есть разные способы решения. У Spring'а есть всякие вьюшки, там, ну, как-то решается вопрос. Но на самом деле есть кардинальное решение этой проблемы. Кардинальное решение проблемы. Может быть, знатоки уже почувствовали, что где-то в воздухе витает слово SecureS. И кто знает этого человека? Никто не знает этого человека, это Грег Янг. Кто знает о Греге Янге? О, супер! Грег Янг, кстати, был 4 или 5 лет назад в вашем городе. Он впервые в Украине рассказал про SecureS и Event Sourcing. Он взорвал конференцию Network, на которой он выступал. Вначале на него все смотрели, что это за какой-то американец странного происхождения. А потом, по мере того, как он начал рассказывать, насколько это классно, все просто в конце его как пчелы облепили и задавали кучу вопросов. Это было потрясающе. Все вышли, это был лучший доклад всей конференции, и он определил ход архитектурных ваяний в энтерпрайзе среди многих архитекторов на годы вперед. И благодаря нему очень много проектов зафейлилось, потому что все начали использовать SecureS и Event Sourcing, где только можно. И это заканчивалось не всегда хорошо. Но Грег Янг на самом деле очень классный человек. У него очень прагматичный взгляд на жизнь, и он главный апологет SecureS и Event Sourcing. Доклад этот не о SecureS и не о Event Sourcing. Кому интересно, можете посмотреть или прочитать есть такая книжка бесплатная, называется SecureS Journey от Microsoft Press. Там очень классно по шагам рассказывается, как из мира DDD выйти на самую квинтэссенцию формы Event Sourcing. Но там рассказывается подводный камень. Кому интересно. Я же собираюсь взять просто идеи SecureS, потому что здесь есть понятие Read-Ride модели, и как-то их применить к нам. Ну вот смотрите, как это будет выглядеть. У нас есть старая картинка, мы делаем ее вот так. У нас появляется разделение интерфейса, разделение вообще программ. У нас появляется понятие Read-модель и Write-модель. Мы делим наши флоу на две части, совершенно не пересекающие друг с другом. То есть все команды, которые модифицируют бизнес-логику или бизнес-модели, бизнес-состояние приложения, мы прячем в интерфейс command. У нас какие-то команды появляются. Command или Write-мода. Все Get-ы, все то, что в REST мы просто возвращаем, это все у нас относится к Read-модели. И мы не просто делим их по разным пэккеджам. Мы разные способы работы даем. Command – это бизнес-логика, там все будет тяжелое. Но Command в данном случае не будет рассчитана на возвращение результата. Command, видите, стрелочка только вниз идет. Мы никогда не будем думать о том, как нам эти entities, доменные, вернуть наверх. Это очень важно. В то время как, наоборот, Read-модель будет об этом озабочена. Это ее проблема. Как сделать какие-то тонкие DTO-шки, которые будут максимум подходить под те нужды, которые нам нужно в том или ином endpoint вернуть. Эта концепция очень интересная. И, откровенно говоря, если посмотреть под зумом, как секретарь может выглядеть под микроскопом, это будет выглядеть как-то вот так. О, работает. Значит, смотрите. У нас есть юзер-интерфейс, в котором все интерфейсы, условно говоря, разделены на две части. Все RESTful endpoint, которые модифицируют, они у нас будут посылать команды. И фактически этот юзер-интерфейс, если мы представим как Spring-приложение, то в коде этих endpoint мы будем просто формировать какие-то команды, то есть какие-то объекты, и кидать их в MessageBus без права на возвращение результата. CommandBus будет передавать данные в какие-то хендлеры, которые будут обрабатывать наши команды. То есть они будут привязаны к командам. И у нас их может быть несколько. И, естественно, как бы команд хендлеры уже в данном случае будут реализовать ту бизнес-логику, тот сценарий, который связан с этой командой. Например, добавить пользователя. Команда у нас будет добавить пользователя. Там будут только те поля, которые нам нужны. Мы их спускаем вниз, запускается хендлер, работает и пишет через какой-то репозитарий в какую-то базу данных. И в данном случае база данных самостоятельна, она не зависит от рид-модели. В то же время посылается событие, тоже, возможно, через какой-то команд, там, ивент-бас, это не так важно. И запускается уже ивент-хендлер, который доигрывает это событие, что пользователь был добавлен на какую-то рид-модель. Это может быть совершенно разные базы данных, теоретически. Практически их можно объединять. Это уже зависит от вас, на каком уровне вы остановитесь, делая разделение. На уровне интерфейса, или на уровне сервиса, или на уровне базы данных. Это от вас зависит. Эта концепция очень хорошо ложится на то, чем я занимаюсь и то, чем я сегодня покажу вам. В идеале, технически, у вас может быть несколько рид-моделей. У вас могут быть разные приложения. Команды у вас одни, но рид-модели разные. И в этом случае у вас разные дтожки идут наверх. Видите, у нас тут написано query и DTO. Тут нет никакой бизнес-логики. Здесь то же самое. В принципе, это очень интересная концепция, которая позволяет вам скейлить приложение, не задумываясь об этом разделении, что в команде нужно что-то скрывать, или наоборот, нужно добавлять какие-то новые параметры. Они сами добавляются. На картинке выглядит все красиво, в реальной жизни реализовать такую систему довольно сложно. Но можно получить массу удовольствия, столкнувшись с определенными трудностями. Но мы о них сегодня говорить не будем. Я вам покажу простенькое приложение. Мы рассмотрим простенькое приложение на спринге, которое будет работать с доской объявлений. Будет всего два сценария, две фичи. Это добавить объявление и посмотреть список объявлений. Мы будем использовать Spark. Spark и Kafka. Кто слышал про Spark? Отлично. Вот видите, в прошлом году задавал этот вопрос, было значительно меньше рук. Откровенно говоря, слово Spark и Kafka сейчас написано на каждом заборе. Все о них говорят, это тема раскрученная, поэтому я и выбрал Spark и Kafka, потому что это очень популярно, очень простая штука. Но есть и другие альтернативы, и можно то же самое сделать на другом стеке. Итак, мы собираемся рассмотреть простенькое приложение. Оно будет выглядеть так. То есть у нас тот же самый CQRS view, в котором мы… В котором мы… Вот это место, по сути, где обработка команд идет. Мы здесь работаем… То есть у нас MessageBus – это Kafka, а Spark выступает как платформа, на которой будут выполняться наши хандлеры. Хандлеры мы все равно должны сами написать. Но Spark в данном случае читать данные из Kafka команды и запускать, возможно, на кластере или в локальном режиме эти команды. Ну и будет запускаться дальше то же самое. Ну и отличительная особенность – вот это место, где наши миры будут сталкиваться. То есть Spark здесь будет обрабатывать наши команды в реальном времени. Казалось бы, Spark такой большой, неповоротливый, там, вот она дает на терабайтах данных. То есть может ли он нам давать какие-то значения там на 50 или 100 миллисекундах? Вот мы посмотрим. Здесь я использую для простоты одну и ту же базу данных. Я выбрал Mongo. И в данном случае у меня Retrad модель – это одна и та же база данных, которая одна и та же коллекция, бюллетен, и все. Да, ну для простоты. На самом деле в реальной жизни можно сделать более красиво, более правильно, получить много интересных сайд-эффектов. В конце концов все исправить, все сделать, и приложение будет прекрасным. Но путь на самом деле длительный. Итак. Да, Shared Store. Stack. Для фасад-приложения я выбрал Java 8. Вообще я работаю со Скалой. И признаюсь честно, Java 8 – это здорово, я просто на ней не так много программировал, и мне было само интересно посмотреть, а как, например, похожие конструкции в Скалу выглядят на Java 8. То есть для меня самого это был интересный экспириенс. Конечно же Spring Boot. Я думаю, что для многих это де-факто стандарт, если нужно сделать какой-то сервис. Есть другие альтернативы, но Spring Boot, по-моему, прекрасен как раз для этой задачи. Mongo для сториджа. Для вот этого команд-процессора. Kafka. Spark. Spark Streaming. Потому что нам нужно работать со Скалой. Не со Скалой, с Kafka. И поэтому Streaming Mode – то, что нам надо. Ну и, собственно, все. Еще одно. Как будет выглядеть Deployment View? То есть я буду запускать все на своей машине, на машине разработчика. Поэтому я воспользуюсь услугами докера. Все слышали про докер? А кто его использует? О, а как так получается? Кто-то не слышал, но использует. Ну да ладно. Суть в чем? Действительно, те, кто подняли руки, уже поняли, что нирвана близко. Докер позволяет вам очень быстро разворачивать локальные environment и production look-like. И это позволяет вам запускать интеграционные тесты. Уже есть тренд запускать в докере даже production системы. Мы это делаем на самом деле в Big Data. У нас Kubernetes Cluster. Часть на Kubernetes, часть на Rancher. И мы, по сути, запускаем наши Big Data программки, упакуем в докер, отправляем. Там оно деплоится. Это классно. Это работает. Это уже реальность. Хотя кто-то до сих пор еще не верит, что докер может быть стабильным. Под маком он нестабильный. Ужасный. Но в Linux все нормально. Как это будет выглядеть? У нас будет докер, который я запущу. В нем будет Zookeeper, который нужен кавке. Без него никуда. Mongo и два приложения. Значит, фасад, который использует. Использует что у нас? Собственно, Mongo и кавку для отправки команд. И Local Spark, который работает с Mongo и работает с кавкой. Заметьте, что Spark с самим приложением фасад, который является MVC фасадом, не коммуницирует никак. Это разная вселенная. Это очень важно. Это то разделение ретрайт модели. Ну что, погнали. Так, сначала давайте запустим. Сейчас, тут я удалял. Значит, мы запустим докер. Вот так он запускается. Значит, мы здесь фактически запустили три сервиса сразу. Это докер-компоуз. Он запускает три докер-образа одновременно. Три контейнера. Вот наша среда разработки. Прежде чем я запущу, я бы хотел все-таки пройтись по коду и показать вам, что как сделано. На самом деле приложение простое, но, надеюсь, оно не вызовет никаких проблем. Значит, смотрите. У нас есть фасад приложения. Это типовая Spring Boot. Типовая Spring Boot система. Все очень просто. У нас есть два конфига. Это Kafka, Config, Mongo, Config. Заходить-то не буду. Все просто. Просто настраивается, как подключаться к Kafka и как подключаться к Mongo. Самое интересное, наверное, в нашем контроллере. Как вы видите, здесь у нас получается всего… Вам видно хорошо, да? Прекрасно. Здесь всего у нас фактически два endpoints. Один – это get all, другой – создать бюллетен. И в одном мы используем метод репозитария, в данном случае репозитарий, который работает на read-модель. Вытащить всех. А в этом случае мы просто посылаем команду асинхронно. Все очень просто. Вот наш контроль. Таким образом, все get-ы будут использовать репозитарии и методы репозитариев соответствующих, да? А соответствующие команды там отредактировать, всякие, да? Будут использовать message.buzz.send. Все довольно просто. Так, дальше. Я бы хотел остановиться на, собственно, инфраструктуре и на read-модели. Значит, у нас read-модель крайне простая. Это то, что мы возвращаем, когда вытаскиваем всех бюллетеней, да? То есть крайне простая конструкция. Здесь знатоки могут заметить, что используется ломбок. Кстати, не ради рекламы, а просто ради хорошего доклада. Сегодня в Владицу Кура будет прекрасный доклад по ломбоку. Он расскажет более экзотически интересные способы. Действительно хорошая штука. Она помогает разработчикам Java делать коды очень простым, понятным. Есть репозитарий. Ну, опять же, в типичном Spring духе. Единственное, что я не использовал стандартный здесь репозитарий, который крад, потому что я не хочу давать интерфейсу больше, чем ему надо. Поэтому я создал, условно говоря, свою версию. Вот он, который экстендит репозитарий, который работает только с теми параметрами, которые ему нужны. Да, вот так вот, видите? То есть специально как бы сделал сабвью. Только лишь для удобства. В реале, конечно, можно было и обычный репозитарий использовать, просто не всем красиво. Давать read-модели больше, чем ей надо. Итак, что еще? Что еще? Так, давайте теперь посмотрим на MessageBus. MessageBus у нас находится вот здесь. Он довольно примитивный, как пробка. MessageBus у нас сериализует нашу команду, которую мы получили в объект JSON, и кладет ее в кавку. Вот тут мы ее кладем в кавку. Все довольно просто. В кавку мы кладем именно как строку для простоты. На самом деле тут можно было много красивых штучек сделать, но опять же, в целях простоты я не усложнял себе и вам жизнь. Все, это простая версия. Так, теперь давайте перейдем к самому интересному. Самое интересное у нас находится вот здесь. Тут у нас Spark приложение. Вот здесь вот? Хороший вопрос. Это я вам скажу, скорее всего, это я просто по ошибке добавил. Так лучше? Отлично. Да. Значит, смотрите. SecureS еще позволяет вам выбирать разные стек технологий. Для BL я выбрал Scal. Простите меня, Scal действительно хороша в этом случае. Она удобна, она элегантна. Не знаю, не уверен, разделяет ли все мое восхищение Scal, но она позволяет решать многие вещи тоже элегантно и красиво. И надеюсь, те примеры, которые здесь не сильно будут сложны, но опять же, главное понять идею. То же самое можно, в принципе, было сделать на Java. Итак, смотрите. У нас есть некоторый application context, в котором, по большому счету, у нас просто создаются бины. Здесь ничего такого хитрого и сложного нет. У каждого вот этот lazy wow – это создание какого-то инстанца, какого-то объекта. То есть вот наш бюллетен-хандлер, который будет вызывать вот эту обработку команд на добавление бюллетеней. У нас есть, собственно, core для Spark. Тут мы к нему перейдем. У нас есть создание Spark контекста. Вот у нас интересно 100 миллисекунд. Это, по сути, Spark стриминги. Вот это время агрегации команд. То есть Spark ждет 100 миллисекунд, агрегирует пришедшие команды из Kafka и запускает логику на бетче команд, которые есть. Эту константу можно менять, но 100 миллисекунд для нас достаточно. Есть чекпоинты. О них мы поговорим чуть позже. Ну и, в общем-то, вот наш entry point. Все довольно просто. Тут мы запускаем Spark стриминг. Все. Так, дальше. Давайте посмотрим непосредственно наш command процессор, как он выглядит. Так, что у нас тут есть? Что у нас тут есть? Значит, смотрите. Вот мы создаем наш Spark стрим Kafka. И вот это лямбда, которая вызывается, когда мы 100 миллисекунд подождали, у нас вытащили RDD команд, которые накопили за это время. А там может быть одна или не одной команды. Не так важно. И потом мы уже фактически делаем for each над этими командами. Мы пробегаемся по нашим командам и запускаем нашу логику. Логика, опять же, на самом деле довольно простая. Мы террелизуем обратно, вытаскиваем тип, потому что у нас команд может быть несколько разных видов. И мы хотим в зависимости от типа вызвать тот или иной хандлер. Ну и вот, собственно, вот так вот в данном случае я вызываю. Здесь у нас по сути роутинг спрятан. Вот тут мы роутим. Если нам нужно будет завтра добавить еще какие-то дополнительные команды, мы можем именно сюда вставить. Не самая лучшая штука, но в Scala часто Match Case используют для небольших свитчей, когда это удобно, это более функционально. Хотя можно пойти по более объектно-ориентированному пути. Не так важно. Что хочется здесь отметить? Здесь используется один интересный хак, на мой взгляд, который может и вам пригодиться, если вы собираетесь или работаете со Spark. У Spark есть одна проблема. Вот эта логика, которая находится в лямбдах, которые вызываются в RDD. Вот когда у нас есть RDD, распределенная коллекция, мы над каждым элементом вызываем какую-то логику. По сути, это же те же самые реактивные стримы. Spark требует от этих лямбд и всех объектов, которые внутри, быть сериализованными. И это проблема, потому что мы собираемся использовать тяжеловесные какие-то там хандлеры. Возможно, этот наш бьюлитинг-хандлер какой-то большой, сложный, в нем какие-то зависимости. И мы не хотим его сериализовать. А сериализация – это же еще расходы. Получается, если мы работаем со Spark в распределенном режиме, то есть у нас есть какой-то кластер, куда уходят джобы от Spark. Это же время. Тут сериализовали, распаковали. То есть это на самом деле довольно бывает тяжеловесно. И в этом случае есть прикольный хак, как решить эту проблему. Фактически вот этот вот хандлер, я в этот команд-процессор передаю в factory, а не сам instance, который… Если я передал бы instance, то у меня бы сразу приложение упало, Spark бы сказал, я не хочу в таких условиях работать. Мне это неинтересно, мне это противно, ваши объекты не сериализуемы, сэр, и все. А так мы передаем в factory. Мы ее сохраняем в локальную переменную. Тоже еще один хак, чтобы когда Spark, там есть специальный движок, который обрабатывает код, смотрит, что он вызывает в реальном времени. И локальные переменные позволяют ему сказать, окей, мне не нужен этот хвас, и не нужно, чтобы он был тоже сериализуемый. Мне от него ничего не надо, все, что мне надо, закетчить, вот этот closure создать. Все находится в непосредственной близости. Поэтому все работает. Если бы я его закомментировал, у меня была бы ошибка того, что наш CMD-процессор не сериализуемый. То есть тут такие есть грабельки, которые можно обойти и построить хорошую штуку, но на первый взгляд, если вот в лопите, то не все так элегантно. И более того, на тех простых примерах, которые обычно показывают Spark, там считают суммы, складывают, там все красиво. А когда вот более сложные примеры, начиная, что в Spark вызывает более тяжеловесное, вот возникают такие ошибки сериализации. Поэтому имейте в виду, что называется хозяйки на заметку. Итак, давайте посмотрим еще на то, что у нас здесь есть. По сути, у нас есть домен, у нас есть простенький кейс-класс, по сути, это наш поджа, это наш домен-энтити, в котором есть там поля простые, date, after, message и id-шник. У нас есть репозитарий. Репозитарий был написан мной быстро на коленке, здесь, конечно же, никакого спринга, это просто работа с монгой, легкая, там две операции всего, добавить, а помодная операция. Мы же только добавляем и все. Самое интересное у нас, наверное, находится в хандлере. То есть у нас есть некоторый абстрактный хандлер. Есть у нас, вот он, имплементация. Видите, здесь это обычный, может быть, Java-класс, в котором может быть заинжекшена очень много всего, он может быть очень тяжеловесный. И от него, в данном случае, к счастью, не требуется быть стерилизуемым. И вот наш код. Мы берем команду, преобразуем в domain-энтити и вызываем метод репозитория add, который добавляет его в Mongo. Все, больше нам здесь ничего делать не надо. Да, прошу прощения. Лучше, да? То есть фактически вот наш injection-проперти, который мы используем в репозитории, да, инъектится сюда. Ну вот хандлер вызывается. В данном случае вызываются просто вот эти две строчки. Мы делаем конвертацию в доменный объект и добавляем его. Все очень просто. Наверное, я так думаю. Так, что еще? Ну больше особо ничего интересного здесь нет. Ну у нас есть наша команда. Я сразу не сказал, вот наша команда. Фактически add-bulletin. Здесь вы можете заметить ну ровно те поля, которые нам нужны для работы с командой. Все. Вот такое вот простое приложение. Давайте запустим и посмотрим, что из этого выйдет. Так, у нас тут вроде все работает. Надеюсь, капризов не будет со стороны Kafka. Давайте сначала запустим Spark. Запускаем Spark. То есть в данном случае я запускаю Spark в локальном режиме. То есть мне не нужно ни Hadoop, ни Yarn, ни HDFS. Все запускается прямо на машине. Теоретически вы даже это можете использовать на продакшене. Это работает, но есть более интересные вещи, ради чего Spark люди любят. Их интересно использовать и вовлекать. Мы о них тоже поговорим чуть позже. Но сейчас давайте сделаем как можно проще. Итак, мы запустили Spark. Вот Spark начал уже обрабатывать вот эти вот по 100 мили секунд циклы. Ну тут ничего нет, поэтому он просто в холостом режиме запустился. Теперь давайте запустим наш фасад. Прекрасное Spring приложение. Так, запускаем Spring. Видим приветливую картинку. И она показывает нам, что Spring приложение запустилось. Прекрасно. Все. У нас есть два запущенных приложения. Теперь давайте что-нибудь зафигачим. Использую Postman. Многие, наверное, знают. Очень удобная штука. Давайте мы зафигачим какую-нибудь команду. Давайте мы зафигачим команду. Все. Команда выполнилась. Так как у меня метод там асинхронный, то есть он ничего не возвращает, то она ничего не вернула. Теперь давайте вызовем список наших бюллетеней. Пожалуйста. То есть, извините за мелкий шифт. Я, честно, не очень уверен, смогу ли я это увеличить. Но здесь все просто. Просто обычный пилот, в котором наши поля, которые мы добавили. Все очень просто. Время, которое, кстати, мы потратили на вставку, с 460 миллисекунд. Если мы вызовем еще раз, то, видите, уже 25 миллисекунд. То есть произошел разогрев, Spark работает быстрее, бюллетеки загружены, теперь оно будет работать там 25-10 миллисекунд. Все шикарно. Spark работает, по сути, уже подчинен нам. Мы его уже приручили. Классная штука. Но была на этом корабле маленькая дырочка. Не все так элегантно в этом коде, как может показаться, или в этом подходе. Давайте вернемся к презентации. Это наш заказчик. Заказчик доволен жизнью. Он сказал, классно, ребята. Классная работа, ребята. Так, держать. Но тут он вдруг помрачнел и сказал, подождите, а что будет, если я вызову get-бюллетен раньше, чем моя команда реально выполнится на сервере? Добавление команды, оно же быстро возвращается. Что в этом случае будет? Как быть, ребята? Вы подумали вообще об этом? Вы вообще программисты? И тут, знаете, это проблема. Для Securest в частности. Тут выходит Грек Янг и говорит, чуваки, все нормально. Не парьтесь. В мире веба все долгое, там эти 10 миллисекунд никто не заметит, пока вы вызовете, как в Фейсбуке, еще один хендлер, или вызовете restfulget. В это время команда 10 раз уже успеет выполниться. Не парьтесь. Ну хорошо, хорошо. Если вам очень надо, ставьте sleep. Это Грек Янг говорил. Не проблема, типа ставьте sleep 50 миллисекунд. Вы же в принципе знаете вашу систему. И он, кстати, сказал такую интересную вещь. Он очень прагматичный человек. Почему он оправдывает sleep во многих случаях? Ну, может не во многих, в некоторых. Он говорит, хорошо, если вы считаете, что 50 миллисекунд вам может не хватить, назовите мне ту миллисекунду, то количество времени, которое вам надо, чтобы система обработала гарантированно, я смогу вам предложить архитектуру, которая будет подходить под эти 50 миллисекунд или 20 миллисекунд. То есть он вот сказал так. И на самом деле, если так подумать, довольно интересная мысль. Но все равно она не очень нравится. Все равно хочется что-то более такого консистентного, как того, чтобы оно работало более элегантно. Игорь Кальян говорит, хорошо, ладно, убедили. Если вы уж сильно хотите, то вы можете просто пулить. У нас есть айдишник этого бюллетеня, который мы добавляем. Можете просто пулить сервер. Там помните, как тот осел из Шрека. Мы уже приехали, мы уже приехали. Точно так же. Мы будем просто пулить сервер и спрашивать, а мы добавили эту сущность? А, не добавили? Хорошо. Через 10 миллисекунд опять спрашиваем. Такой подход тоже применим. На самом деле, он упрощает сервер-сайт. Немножечко усложнив фронт-энд, но он применим. Тоже не очень нравится. Как-то пулинг не комильфо. Ну, конечно, мы можем реализовать красиво. Можем поднять какой-то веб-сокет и какие-то ивенты фарить в этом сокете, сказать, что команда там выполнилась. Как-то так. Можно сделать так. А можно сделать еще проще. Можно сделать вот наш метод, который добавляет бюллетень, сделать его синхронным. То есть он хоть и посылает команду, но фактически он чего-то ждет. Да, чего-то ждет. Как вы думаете, вот исходя из той архитектуры, как проще всего сделать вот эту вот синхронность? Какие изменения мы должны сделать в коде, чтобы метод command, ну, вот add бюллетень, да, который restful, чтобы он, ну, в общем-то, вернул нам бюллетень тогда, когда он выполнен, ну, создался. Что нам нужно сделать? Да, но когда фьючер зарезовывается, мы опять будем пулить, мы уже будем пулить на сервере, пулить нехорошо. У нас есть уже message bus. Правильно, мы можем организовать, уже есть message bus, уже есть транспорт. Все, что нам нужно, это создать дополнительный event, который будет означать, что там, не знаю, command completed, и просто будем ее запускать. И все просто. И, собственно, наш код будет ждать этот event, ну, и дальше разблокировать. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Так, это другой проект. Давайте мы остановим наше приложение. Так, это у нас блокинг, да, отлично. Итак, давайте теперь пройдемся по изменениям, которые нам нужно сделать в коде приложения. Ну, на самом деле, вот смотрите, ну, get не поменялся. Вы видите, что get остался прежний. Поменялся create. Я ввел deferred result. Честно скажу, я не знаю, ну, мне deferred result никогда не нравился, как концепция, мне ближе к фьючеру. Но я небольшой знаток спринга, поэтому я не нашел способа, как это обернуть фьючер очень быстро. Поэтому я использовал по старинке deferred result. Вот, возможно, что-то есть более элегантное. Но мне это подошло, так как у нас, ну, мы большую часть времени, очевидно, в этом экшене будем ждать. Хотелось бы thread вернуть обратно в thread pool, чтобы его не держать здесь. Это было бы очень неразумно в данном случае, блокировать этот thread. Поэтому мы в этот нас message bus добавляем еще одну сигнатуру, которая помимо команды добавляет нам какой-то хендлер, который вызывается, когда команда была выполнена. И мы здесь пишем, ну, заворачиваем наш приватный метод. Приватный метод тут посмотрит, если команда успешна, то мы возвращаем нашу сущность, которую мы тут же уже узнаем, что она есть в репозитарии, ну, или какой-то exception. Не очень элегантно, можно сделать более умно, там, какие-то коды передавать. Я просто пока в runtime все бросаю. Вот. То есть все изменения, которые мы сделали на стороне фронт-энда, чтобы мы могли поддерживать блокирующий результат. Теперь давайте посмотрим, какие у нас еще есть изменения, которые нам будут полезны. Итак, message bus. В message bus, как вы понимаете, у нас добавилась вот эта вот оградженная сигнатура. Что мы здесь делаем? Мы фактически вызываем, мы добавляем callback, то есть мы ввели map. Map, где он? Вот он. Map responsive. С каждой командой связывается некоторый ID-шник, поэтому для тех команд, которые нам нужно ждать результата, мы вводим map, который мы как бы их добавляем. И потом мы добавляем некоторый хендлер, который слушает новый топик, который мы создали в Kafka, специально для обратки для ивентов. Вот. И фактически здесь мы пробегаемся по этим ивентам и смотрим, есть ли у нас в мэпе ожидающие. То есть надо ли кому-то вернуть, вызвать этот callback наверх. Если надо, мы его вызываем. Ну и, соответственно, вот мы вызываем его и чистим нашу мэпу. Все очень просто. Все действительно довольно просто. Логика не поменялась. Все то же самое. Все, что мы тут добавили, это мы добавляем в эту мэпу callback и этот ID-шник команды. Все. Какие еще есть изменения у нас здесь? Ну, смотрите, тут прежде чем я вот это скажу, вот, собственно, наше решение. В Spark мы добавили изменения только лишь практически в одном месте. Вот здесь вот, смотрите. У нас, если помните, там была вот такая вот логика. Все. Здесь мы немножко усложнили. Мы добавили try-catch, но мы добавили try-catch не в императивном стиле, а мы добавили в виде монады. Ну, если, строго говоря, это не монада try, это полумонада. Вот optional – это монада, например. Там списки – это монады, да? Try – это полумонада. Ну, там не все правила выполняются. Но у нее есть вот эти правила, когда это контейнер для результата. Это может быть результат ошибочный или правильный. Мы, по сути, качем exception и делаем метод recover, который вызовется на маске, если у нас exception не фатальный. Ну, если, ну, собственно, у нас произошел какой-то exception. В данном случае мы просто, ну, возвращаем command completed с ошибкой. Ну, и, соответственно, мы вызываем for each. А, ну, соответственно, если у нас все хорошо, то мы создаем через тот же самый билдер в ломбоке объект, в котором взводим… Ну, команда выполнена succeeded. Окей, да. И в конце мы просто посылаем в message bus вот тот event, который был создан либо в первой секции, либо в второй. Все довольно просто. Ну, довольно элегантно, без каких-либо условий, что делает и скалу, и джаву в данном случае. В джаву тоже возможно создать такую полумонаду элегантно. Итак, какие еще изменения? Я думаю, что еще, значит, аппликейшн… Наш хендлер не поменялся, он остался простым. Это не его проблема, хендлеры, да, ивенты. Аппликейшн контекст немножко усложнился, потому что у нас теперь добавилась Kafka producer, который должен теперь фигачить данные наверх, ну, и дополнительные какие-то инжекшены. Больше ничего здесь не поменялось. Все. Все наши изменения. Давайте теперь посмотрим, как это у нас есть. То есть мы запускаем наше приложение. Так, скала. Помчались. Да, вот она. Давай, давай, детка, запускайся. Так, и сразу запустим, наверное, фасад. Видите, немножко компилирует. Дадим немножко время. Значит, соответственно, теперь у нас метод синхронный. Если мы вызовем send, то он теперь должен будет некоторое время замереть, да, и нам вывести какой-то результат. Сейчас мы это увидим. Итак, мы запускаем фасад. Вот, Spark запустился. Прекрасно. Так, и не то. Вот это. Поехали, да, как говорил Юрий Гагарин. Так, я, по-моему, не нажал. Вот. Итак, запускается Springwood приложение. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Здесь у нас уже появляется консюмер у Kafka, потому что нам нужно слушать ивенты. И поэтому у нас вот появилось немножко больше. Тут у нас уже, собственно, индикация того, что мы работаем с Kafka. Итак, ну что ж, ребят, давайте запустим. Ну, давайте какой-нибудь там, не знаю, Alice. Сделаем send. Ждем. И выполнилось. Выполнилось за одну секунду. Кажется, много, но мы можем выполнить ее еще раз и уже за 83 миллисекунды, потому что, опять же, холодный старт. Но надо понимать, что время это ограничено снизу. Я об этом еще скажу чуть позже. Давайте посмотрим, что у нас в списке. Вот наши объекты, которые мы добавили. Теперь это более логично, консайн. И теперь из JavaScript, если вы делаете там какие-то ajaxe, вы можете уже быть более уверены, что команда выполнилась, вы можете уже вытаскивать список без какого-либо пулинга. Опять же, как идея. Можно было сделать через WebSocket. Пожалуй, все. Теперь давайте посмотрим ретроспектива. Что мы получили на выходе? Ну, первое. Вот этот вот Secure S позволяет вам эффективно скейлить отдельно Read Model и Write Model. Очень часто, ну, строго говоря, все знают, что для большинства веб-систем количество операций чтения занимает 95% всех операций. И по времени в том числе. И в этом плане основная нагрузка идет на Read Model. Вы можете скейлить независимо от Write Model. Это позволяет вам делать Secure S. А Spark позволяет вам очень эффективно скейлить Write Model. Потому что если вы подключите какой-нибудь Yarn Cluster, то вы сможете эти команды вытаскивать пачками и запускать, и они будут обрабатываться очень быстро. Мы поговорим о недостатках этого подхода, но вообще, говоря, действительно, скейлинг здесь шикарный. Тут претензий к нему не будет. Spark — это лучшее, что может случиться с Big Data разработчиком, на мой взгляд. Итак, еще какие есть подводные камни. Здесь реализационные ошибки. Spark работает с Kafka, и он использует понятие чекпоинта. Вы должны понимать, что Kafka — это массажбас. Мы работаем с ним, мы выбираем данные. Мы должны постоянно какой-то поинтер передвигать по этому массажбасу. И если этот поинтер — это, по сути, указатель, это какие-то числа, да, офсеты. И мы должны их где-то хранить. Spark их хранит у себя. В силу определенной модели вычислений и гарантий, Spark хранит это на HDFS либо в локальной файловой системе. И если вы поменяете вот в этом коде, поменяете логику, там добавите еще один мэп, или поменяете реализацию этого мэпа, вот этот кложа, что-то еще вставите, это придет к тому, что Spark в следующем запуске, когда вы перезапустите ваше приложение, он не сможет прочитать эти чекпоинты, потому что там сериализация используется, у вас будут новые проапдейченные классы. Это придет к тому, что вы потеряете чекпоинты. Кажется, наверное, страшно, то есть мы можем просто потерять команды, которые мы не выполним. Но в идеале, на самом деле, эта проблема решается. Но она есть, и если ничего не делать, она будет. Да, значит, срупут. Этот подход идеален для приложений, у которых нет требований по low latency. Если вам нужно приложение, которое выполняется за одну миллисекунду, этот подход точно не для вас. Он не даст вам такого latency, даже если вы очень сильно захотите. Ну, потому что этот подход ориентирован на срупут, он обрабатывает команды пачкой. Да, вы можете уменьшить то агрегационное окно со 100 миллисекунд до 10 миллисекунд. То есть возникает вопрос, а будем ли мы быстрее выполнять наши команды за это время? Вдруг мы будем выполнять их дольше, чем 10 миллисекунд? Очень много интересных вопросов возникает, и нам придется их решать. Поэтому этот подход, конечно, идеален. В свое время нам нужно было написать очень быстрый веб-сервис, который использовался из Spark, ну, как бы его API использовался из Spark-приложения, и мы его запихнули в Play Framework, мы его очень оптимизировали, и мы получили latency средняя 1 миллисекунда. Там у нас была ферма этого Play Framework, это действительно работало. Вот там мы использовали только Play и без каких-либо таких вот извращений. Но если вам нужно Enterprise, который хочет очень быстро, но в большом количестве обрабатывать команды, этот подход вполне себя оправдывает. То есть он ориентирован на срупут, чем на latency. Идентифайр. Проблема идентифайра в том, это известная проблема секреса, когда условно говоря, кто отвечает за создание айдишника команды и айдишника объекта, который мы добавляем? Фронт-энд или бэк-энд? Уверен, что многие из вас айдишника назначают уже в бэк-энде, когда при создании базы данных. Но есть и другой подход, когда вы можете его передавать снаружи, и кажется, вау, это может привести к конфликтам, но есть определенные гарантии, которые вы можете гарантировать уникальность ключей. Кстати, тот же игрок Янг говорит, что передавать айдишники сверху вниз лучше, чем изнутри. Это позволяет вам делать тот же пулинг без изменения системы. Ну и другие операции, когда еще команда не выполнилась. Но вы знаете, что она выполнится. Eventual and strong consistency. Такой подход, если мы его сделаем правильно по всем канонам секреса, будет Eventual consistent, потому что read-модель должна обновиться. И это время, когда у нас event, команда превратится в event, который обновит базу данных. Это время. Ну и, конечно же, durable command processing. Что общего между Super Mario и нашей программой, как вы думаете? И у Super Mario и у нашей команды 3 жизни. Ровно 3 жизни, и да, как у кошки, у кошки 12. Но мы в Spark можем изменить. Spark дает вам определенные гарантии. Если, например, у вас где-то что-то зафейлилось, Spark попытается это перезапустить. Или какая-то сетевая прошла ошибка, она его перезапустит, ваш хендлер, на RDD. То есть RDD у нас коллекция. Если что-то где-то не получилось, он перевыпустит. И причем он вам гарантирует exactly once гарантию. Дает вам такую гарантию. То есть ваш каждый хендлер вызовется ровно один раз. Это очень здорово. Но если даже у вас какой-то exception произошел, вы можете на самом деле несколько раз сделать rerun. Такое тоже в Spark возможно. Это очень здорово. Это позволяет вам сделать очень такую надежную систему. Если даже какая-то часть перезагрузится, там read-модель, write-модель, она корректно восстановится, и у пользователя не будет каких-то broken connections. Такое, в принципе, возможно в этой системе сделать. Все. Большое спасибо за внимание. Вопросы какие-то? Да. Спасибо. Вопросов нет. Да? Ну, да. Да, это как раз вот с latency связано. Что у Spark, можно сказать, у этого подхода есть такая своеобразная постоянная планка. Там, например, 20 миллисекунд, ниже которой мы никогда не опустимся, даже если мы заходим. Вот то, что я говорил, что вы можете оптимизировать очень много сильно, но latency, это выполнение команды, будет не меньше, чем 20 миллисекунд. Потому что Spark нужно, условно говоря, что-то упаковать, передать на кластер, там выполнить, вернуть обратно. Это занимает время. То есть, когда вы делаете это что-то локально, конечно, это быстрее. Вот в этом смысле. Вот эти 20 миллисекунд. Такое вот фундаментальное величие. Вы можете ее менять, конечно, при желании, строго говоря, но вы все равно есть какая-то такая фундаментальная постоянная, ниже которой вы просто не сможете опуститься, у вас система работать не будет. Кстати, надо добавить, что я уже упоминал, что в Spark есть Yarn-кластер или Mesos-кластер, который вам дает обладающую возможность скейлить ваше приложение просто like a charm на большом количестве инстансов, и это все работает, скейлиться просто шикарно. То есть, это сильная сторона. Потому что есть еще другой вопрос. Мы можем сделать же не только на Spark, мы можем сделать на AcoStream и все такое. А этих возможностей нет. Какие еще есть вопросы? Вопросов нет или есть? В любом случае, вы можете меня найти в любое время. Мы можем поговорить, я могу рассказать много очень интересного. Спасибо. Хорошего вам дня.